Действительно ли хозяева похожи на своих питомцев? Если это так, то хозяева собак, принадлежащих группе порода, о которых мы сегодня поговорим, должны быть усатыми и бородатыми. А вот и наглядный пример. Здравствуйте! Здравствуйте! Начну с вопроса, который волнует меня больше всего. Как вам удается ухаживать за такой роскошной бородой? Вы знаете, на самом деле это дело привычки. Вот я каждый день... Да нет, я говорю о собаках. Это не наши собаки. Это не наши собаки, да. Правда ли, что хозяева похожи на своих питомцев? Как мы можем видеть, это не всегда соответствует действительности. Кристина и Таня не обладают роскошными усами и бородой, в отличие от их питомцев. А поговорим мы сегодня о шнауцерах. Группе пород универсального назначения. Здравствуйте! 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 Породная группа шнауцеров включает в себя три породы. Ризеншнауцер, миттельшнауцер и цверкшнауцер. Шнауцеры произошли от пинчеров, а появились они в Баварии и ценились в качестве универсальных фермерских собак, которые одинаково успешно ловили крыс, защищали имущество и загоняли скот. Более крупные разновидности использовались даже для перевозки легких грузов. До начала 19 века шнауцеры имели разнообразные окрасы. В результате скрещивания и отбора закрепились два варианта – черный и окрас перед солью. Шнауцеры – собаки универсального назначения, хорошо обучаются, сообразительны и активны, очень самоуверены. Они отличные сторожевые собаки и компаньоны. Крупные и средние шнауцеры используются на полицейской и военной службе и могут использоваться в кинологическом спорте. Шнауцер встречает своих хозяев после пятиминутного отсутствия, как после двухнедельного. Радости нет предела. Он всегда активно участвует во всех делах семьи. Ни одно дело не обойдется без его внимательного взора и мокрого носа. Сегодня у нас двое из трех представителей породной группы – Ризеншнауцер и Цверкшнауцер. Расскажите же нам о них. Чем же они отличаются? Ну, основное их отличие – это размер. То есть Цверкшнауцер – это самый маленький представитель шнауцеров, Ризеншнауцер – это самый большой шнауцер. Он выведен из Миттельшнауцера, да? Да. Первым шнауцером считается Миттель, а из него уже пошел Цверк и Ризен. Какой характер у породы? Они очень активные, очень дружелюбные, они очень ориентированы на человека, они должны быть всегда рядом с человеком. Собаки-компаненны. Да, обязательно. Но можно использовать и как сторожевых? Естественно. Охранять могут как резины, так и Цверки. Ну, Цверки больше обозначают голосом, а Ризен может уже пойти непосредственно в атаку. Какое питание подходит шнауцерам? Наши все собаки на сухих кормах, но они могут есть и натуральную пищу. Ну, они не проблемные, не привередливые. Как обстоят дела со здоровьем у этих пород? Есть ли какие-то породные болезни беспокоящие? Это очень здоровая порода. У них нету именно породных болезней. В принципе, достаточно продолжительная жизнь, особенно у маленьких, как и все маленькие породы, дольше живут. Ну, очень здоровая порода. Какой особый уход нужен шнауцерам? Шнауцеры требуют тримминга минимум два раза в год. Это такая их особенность. Они не линяют. У них искусственная линька. Ну, и если собачка выставочная, то это посещение грумера, конечно, чаще. Навести марафет перед каждой выставкой. Можно ли посоветовать шнауцеров семьям с детьми? Мне кажется, это отличная собака. Особенно цвет шнауцер для маленьких детей. Это и собака компаньона, и в то же время, которая обозначит какую-то проблему, если, не дай бог, такое будет. Ну, они прекрасно уживаются с детьми, прекрасно ладят, играют и очень здорово проводят время. Вы, как хозяева и заводчики, как относитесь к купированию? Потому что я встречал в интернете, что раньше купировали ушки, хвосты. Да, раньше купировали всех. Такой был стандарт. Сейчас в России пока что разрешена купировка. В Европе во многих странах уже это запрещено. По выставочным евростандартам? Нет, это вообще запрещено. Это как жестокое обращение с животным. Это статья вообще в Европе. Во многих странах еще можно выставлять купированных, но нельзя купировать. У нас можно и купировать, и выставлять. Я против купировки, так как у собаки не бывает лишних частей тела. Если это ей дано природу, значит оно ей нужно. Да. Хвост – это природный баланс. И уши, ну если они есть такие уши, зачем их везать? Попускай они остаются такими красивыми. В какую стоимость обойдется приобретение представителя породы? Ну, ценники разные, но если вы хотите привести качественного щенка в питомнике от проверенных производителей, это будет от 35 тысяч и выше. А вот на что нужно обратить внимание при выборе? Ну, прежде всего, нужно обратить внимание на заводчика, потому что это человек, который прежде всего станет вам самым лучшим другом и советчиком. Как дальше растить этого маленького чуда? Желательно увидеть родителей, родословную, тесты родителей по здоровью. Если это Ризин, то обязательно у них должна быть дрессировка, УКД или ЗКС, или хотя бы тестирование. Иди на руки, Даниэль. Все, пойдем. Иди тоже. Пойдем. Иди на руки. Иди на руки. Я не могу с ними прощаться. Вперед. Когда они все так ведут. Спасибо вам большое. Я специально не спрашивал об обучаемости породы, так как лучше один раз увидеть, чем тысячу раз услышать. И у вас есть возможность прямо сейчас понаблюдать за представителем породы в процессе обучения. Здравствуйте. Очень часто люди задают вопрос, как приучить собаку дома к команде места, то есть нахождение в определенном месте. Вообще для чего нужна эта команда? У каждой собаки должен быть именно ее уголочек, где она спокойно может отдохнуть, скажем так, от своих дневных трудов. Дай бог, чтобы они были положительные, не разно с квартирой хозяев. Так же, как у человека есть свое любимое кресло, свой диван и так далее. У собаки должно быть свое место. Сначала, на начальном этапе, собаки вообще объясняют, что это хорошо и замечательно. И дальше применяются уже какие-то там разумные требования, чтобы собака более длительное время находилась там и не мешала нам, скажем так, в нашей повседневной жизни. Мы имеем коврик, где собака должна находиться по команде места. И мы имеем, как всегда, мотивационный какой-нибудь кусочек в виде колбасочки или сырочка. Как мы и говорили, привлекаем внимание собаки, то есть кусочку, то есть она хочет его уже получить. И подаем громко команду в место и ведем аккуратно щенка, в данном случае, на ее место. Подводим ее сюда и делаем различные манипуляции, чтобы собака попыталась лечь. После того, как она ложится, мы даем ей за это кусочек. И в дальнейшем, чем собака дольше находится здесь, тем больше кусочков она получает. Сначала это частые пощения, в дальнейшем пощения растягиваются по времени, но собака знает, чем дольше я тут нахожусь, тем больше получаю кусочков. И тут же подается команда гулять. Для чего подается команда гулять? Для того, чтобы собака в дальнейшем, придя на свой коврик по команде места, самостоятельно его не покидала. То есть хозяин определяет, когда собачка должна туда уйти, и тогда она должна вернуться к нам в общение. Тот, кто говорит, что счастье не купишь за деньги, никогда не приобретал себе щенка. Но обрести счастье можно совершенно бесплатно, если взять себе собаку из приюта. Это Лайма. Лайме около пяти лет. Всю свою сознательную, а может быть и бессознательную жизнь она жила в гаражах. Ну, в гаражах понятно, какое отношение к собакам. Кто-то подкармливает, а кто-то может и пинка отвесить. Ну, в общем-то, это на поведении тоже отражается. Лайма попала к нам, потому что у нее были щенки, и другая собака пыталась выгнать ее из ее логова вместе со щенками. Сильно искусала и мать, и малышей. Ну, в общем-то, щенков нам удалось вылечить, пристроить. Она маленького размера, тихая, спокойная, не доставляет никаких неудобств. Главное, что она очень душевная собака. Она своему человеку будет заглядывать в глаза каждый день. Так как вас могут любить бездомные собаки, наверное, никто любить не может. А Лайма, ну, та самая, которая будет вот больше всех ваших. Ну, в общем-то, все равно Лайма собака для пристройства перспективная. Она очень милая, она тихая. Это большой плюс, особенно если вы хотите завести собачку для квартиры. Не смотрите, что она, ну, дворняжка. На самом деле дворняжке ничуть не хуже. Она очень умная, все быстро понимает. Лайма ищет хозяев. Если вы хотите приютить ее, то обращайтесь по номеру, указанному на экране, или через официальную группу приюта ВКонтакте. И знаете, вы не найдете собаке благодарней и преданней, чем взятой из приюта ваши добрые руки. А напоследок смотрите нас каждую неделю, и ваши шнауцеры будут гладкими и шелковистыми. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!